Всем привет, дорогие мои! Сегодня я решил сделать такую небольшую прогулочку. Пройдемся сегодня по исторической части моего города Королёва. Немножко расскажу об истории райончика. И некоторые мои подписчики просили рассказать про улицу Фрунзе. Это историческая часть нашего города, моего города, да. И, собственно говоря, ну, они все боялись, думали, что что-то здесь изменится. Будут сносить старые постройки, которые союзные темы несут. Но сейчас я все покажу и, что знаю, расскажу. Перевожу камеру, буду за кадром. Смотрите, что знаю, расскажу про мой райончик. Немножко погуляем по городу. Идем по городу, по улице Фрунзе. Немножко об истории города. Раньше он назывался Калининград подмосковный. Сейчас он Королёв. Это бывшая гостиница-корператор. Сейчас он называется гостиница Подмосковье. Город у нас был основан в 30-х годах. До этого были деревни с разными названиями. Мы сейчас будем исторические дома смотреть. Вот такие вот у нас построечки здесь. Жились эти академики, докторы, философы и так далее. Пройдем с вами по улице Фрунзе. И немножко сейчас вот сюда пройду вглубь улицы. Потом вернемся, пройдем немножко по улице Циолковского. Это тоже центральная часть нашего города. Наука Град, кто не знает, Королёв. Здесь космическое ракетное вооружение. Центр управления полетами. У нас в городе. Статус Королёва, он, по-моему, носит 90-х годов. До этого он был в Калининграде. Еще раз повторюсь. Такие вот старинные дома. Здесь живут люди, дома живые. Ничего не снесли. Все как было, так и есть. Потому что это ценность города. Поэтому сейчас пойдемте вглубь. Может быть, там по дворам где-то пройдемся. Мимо домиков. Домиков. Что еще хочу сказать. По истории во время революции дедушка Ленин высылал сюда офицеров царской армии, как на выселке. Это было далеко от Москвы. Ну, казалось, по тем годам, по тем временам далеко от Москвы. Но... Сейчас, когда город разрастается, он не так уж и далеко. Вот во дворы зашли этих вот старинных домов. Такие вот здесь постройки. Фотографии города я... Достеперимечательность таких вот старинных построек я выложу в конце видео, скорее всего. Сейчас мы здесь с вами пройдемся. Просто прогуляться решил сегодня. Погода на улице шепчет. Минус 9. 766 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление. Солнышко. Обещаю, безоблачно. Но что-то как-то ощущается, как будто все минус 12, а не минус 9. Снега нету. Вроде как ветра нет, но мороз пощипливает. Ну, еще утро. 10 утра. Поэтому еще как бы не нагрелся воздух. Здесь, наверное, квартиры очень дорогущие. Я как-то был в гостях здесь, вот в одном из домов. Сейчас я вам покажу, когда будем. Мы выйдем на улицу Циолковского. Ну, там квартиры, конечно, квартиры. Потолки высокие. И окна высокие. Большие. Такой вот он идет вглубь. Еще раз расскажу. Здесь раньше было много деревень. И Старая Болшева, и Костина. Куракина. Сейчас это все районы. Сейчас это находится район Подлипки. Так он называется. Да, станция, пластформа Подлипки-Дачная, если ехать электричка из Москвы. Ну, или из области, неважно. В сторону Москвы и из Москвы. Сейчас пройдем вот в эту арочку. И пойдем по фронту внутренней, с внешней стороны. Дойдем до улицы Циолковского. Кстати, улица Циолковского раньше носила название до, по-моему, до 61-го года. Улица Сталина она называлась. Потом ее переименовали в улицу Циолковского. Ну, конечно, здесь еще много новостроек. Еще очки. Если не замерзну, дойдем с вами до КГБ. КГБ это у нас сокращенно называют Королевскую Центральную Больницу. Занимает Большую площадь. За ней парк. Очень красивый парк. Центр духов и отдыха. У нашего города у нас их несколько парков. Вот еще дворы. Такую вот тут снова небольшую. Применагерик сделаем. Так, вы увидите. Надеюсь, что мне телефон не замерзнет с моей прогулочкой. Алкомаркет Бристоль. Довольно-таки бюджетный алкомаркет. Сейчас у нас по городу полно. Да, собственно, и в Москве, и везде сейчас. Такие вот исторические дома. Очень красивые постройки. Ну, вообще, это историческая часть нашего города. Можно так назвать. У нас еще есть такие улочки. Будет возможность, я погуляю, но расскажу. Вот по поводу численности населения сейчас не знаю в городе. Вот, ну, не смотрел. Я, может быть, поищу в интернете, выложу под видео, сколько сейчас у нас население города. Автобус из Москвы поехал. У нас два проспекта в городе. Проспект Экспонавтов и проспект Королева, два центральных проспекта. Будет возможность, там погуляю. Тоже вам покажу. Ну, там были новые дома. Извините, ради бога, у меня аллергия на холод, поэтому, если я немножко буду шмыгать носом, не обращайте, пожалуйста, внимания. Вот за этим забором, вот здесь, вот там находится наша центральная больница. Вон ее центральное здание. Ну, сейчас с вами пройдемся немножко в эту сторону. Пройдемся вдоль больницы. Я вам покажу все. Все достопримечательности. Кстати, вот в этом доме, по улице Толковского, дом 21-20, 21-й по Толковке и дом 20 по улице Фрунзе, здесь жил Сергей Павлович Королев, через который сейчас назван наш город авиаконструктор. Тополя, их все время рубят. Ой, вернее, не рубят, это обрезают, чтобы они потом, знаете, весной, когда деревья начинают оживать, деревья оживают, они такими очень красивыми шапками смотрят. Вот как-нибудь еще летом сниму ролик, погуляю тоже опять же здесь, будет немножко другой вид, естественно, симпатичней, потому что все-таки, когда все зелено, когда клумбы, цветочки, очень-таки красиво смотрятся. Немножко пройдемся в эту сторону, вернусь назад, покажу вам, вот такие вот наши исторические постройки, они, естественно, сноситься не будут, потому что все-таки это история города, все-таки это историческая ценность. Потому что кто-то из моих подписчиков писали, что вот, слышали, вроде что будут сносить новостройки, что Юльяр, очень дорогие эти улицы, я так понимаю, что у них было связано что-то с Королевом, может быть, они жили, так что, дорогие мои подписчики, не переживайте, ничего сноситься не будет, все как было, так и останется, все-таки культурная ценность. Вы меня просили, я выехал в город, решил вам отснять, немножечко так вот показать. Красивые жилые дома. Здесь у нас такой весь город был, было бы вообще очень красиво. Надо же сами, знаете, сейчас как можно хаусы строить, таунхаусы. Я люблю вот такие вот красивые виды, где можно походить, поснимать, да и, собственно, и когда вид очень красивый. народ еще спит, здесь обычно многолюдно, но сейчас воскресенье утро, поэтому, может быть, еще многие отдыхают. Сейчас после обеда начнется движуха, будут пробки здесь, будет движение, но пробки здесь обычно будем, когда люди на работу ездят, а так, это не особо. Вот даже постамент, монетарь, а перескарь. Вещан, точно, я про него где-то что-то читал. Так, сейчас вам Павлович покажу. В этом доме с 1956 года по 1995 жил первый заместитель главного конструктора АКВ область полкома, главный конструктор АКВ. Я перешел на добрусторную улицу, через пешеходный переход наземный, идем немножко обратно, уже по другой стороне улицы, поближе просто хочется вам показать. Практически все то же самое, да? Мы просто прогуляемся, одну часть улицы, сейчас другую часть улицы покажу. Это мы сейчас с вами идем по улице Тиолковского, направляемся в сторону, ну уже сейчас называется как центр города, да, в сторону проспекта Королева. Там тоже очень красиво, посреди проспекта парк, вот как-нибудь на днях, вот буду в тех краях, заеду тоже, сниму, покажу. Там есть, если посмотреть, летом там действительно, ну естественно, еще красивее, чем сейчас зимой, потому что зимой сейчас и серый. Летом там очень красиво. Много бутиков, магазинов, это как и везде, в любом городе. Дома красивые с серкерами, очень люблю дома с серкерами, как красиво они смотрятся. Так что, дорогие мои, повторюсь еще раз, не переживайте, ничего соситься не будет, все как было, так и останется, как в первозданном облике. так и было. трясется камера, рука замерзла, поэтому уж извините, ради бога, за трясучесть. Буду монтировать, попробую сделать так, чтобы не убрать эту тряску. Вакуум на верху, вот так вот. Вакуум на верху, вот так вот. А то все заглядывают в камеру, начинают спрашивать, а что вы снимаете, а что вы здесь делаете, и так далее. Когда безлюдно, хорошо так вот гулять, никто не мешает. Да я особо не стесняюсь. Потому что по Москве, когда гуляешь с камерой, это одно, для туристов. По нашему городу, для наших жителей, почему-то, это кажется дикостью. Не знаю почему, не привыкли, наверное, просто мало бы, я кого замечал с камерой, еще ходили, снимали. Мы с на телевидении Королев ТВ снимаем, пользуется так же, как и я. Ну пусть думают, что есть телевидение. Тежурная аптека. Ой, вы знаете, название мне где-то напоминает, сериал был такой, испанский, дежурная аптека комедийный, очень классный сериал, его так выпускали, там несколько сезонов, и вот название вот этого, дежурная аптека, мне напомнило это название. Улица Циолковского, дом 20, друг 22. Дом 20 по Карлу Маркса, по Циолковского, дом 20. Туда дальше вглубь, если смотреть, там у нас центральный парк, вот за этим вот забором, как раз наша центральная больница. Так, переходим, нам зеленый. Ну вот здесь, за набором, там уже идут корпуса больницы, поликлиника, больницы, роддом, ничего там, собственно говоря, только нет. Так, нам нужно идти туда вглубь, откуда я возвращался. Сейчас еще раз покручусь, поверчусь, покажу, вот еще домик. Дорогие мои, всем спасибо большое, что были сегодня со мной, спасибо, что прогулялись, поеду дальше заниматься делами, пишите отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, буду рад общению. Всем спасибо огромное, спасибо, что были сегодня со мной, до новых встреч, всех люблю, всех целую, всем пока. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,